здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами будем разбирать как играть на французскую защиту белыми так и 4 и 6 3 4 d5 стандартные ходы здесь много всяких продолжений безусловно все интересные но на мой взгляд на победу лучше всего играть потом конь c3 давайте с вами рассмотрим следующую систему главную слон b4 и 5 c5 а3 съедает коня мы съедаем ферзь c7 ферзь g4 нападаем на пешку же 7 и посмотрим систему сходом f5 надо на такой ход отходить ферзем на g3 во первых мы держим под контролем пешку же 7 во вторых прикрываем поле c3 ну давайте наверное с вами сразу и посмотрим что будет если черный съедят на d4 cd cd и пойдут конь е7 переходит все это достаточно сложная позиция я предлагаю вам посмотреть сейчас разберем как игралась в партии каспаров short далеком 97 году но после партии такая старая тем не менее все идеи по прежнему там остались и мне понравилось как гарри каспаров реализовал свое преимущество в данной позиции белые пошли слон d2 чтобы лишний раз прикрыть поле c3 брать пешку очень опасно без угроз мы можем съесть на g7 есть всегда ход ладья c1 усиливающую позицию поэтому черный делал сначала рокировку белые теперь играют слон d3 развиваются слона защищает пешку черный играет b6 чтобы развить своего слона на поле а6 им выгодно разменять своих слонов у них белопольный слон не очень хороший упирается в пешку наш слон конечно тоже в данный момент не самая сильная фигура но если отойти ферзем провести же 4 этот слон может заиграть мы развиваем коня слона 6 конь f4 сразу же начинаем давить на слабую пешку е6 черным надо защищать и каспаров и здесь пошел h4 вперед в атаку на вражеского короля слон d3 скидает именно ферзем конь здесь еще нужен конем угрожает надавливать на пешку е6 если что конь всегда может перейти перейти на поле h5 поэтому конь должен остаться здесь конец b на c6 и каспаров подводит еще одну фигурку ладью ладья h3 тоже типичный такой маневр можете запомнить когда пешка идет на h4 всегда появляется возможность пойти ладья h3 и привести ее на g3 и по линии же уже давить на короля в данной позиции рокировка не делается точнее она делается но искусственная король потом со временем пойдет на f1 и на g1 в центре оставаться достаточно опасно ладья сана c8 ладья g3 черные на всякий случай защищают пешку g7 h5 двигаем вперед свою пешку конь d8 c3 укрепляем свою позицию ладья f8 и так у нас развиты все практически все фигуры ферзь конь очень неплохо стоит ладья неплохо стоит слон ну слон защищает пешку чтобы черные не смогли проникнуть в наши ряды пешка очень неплохо стоит осталось развить конечно ладью но пока с ней непонятно что с ней делать она пускай здесь стоит прикрывает пока пешку а3 надо увести короля отсюда вот каспаров играет король f1 черный играет ладья c4 король g1 конь f7 и каспаров делает ход а4 пытается отвлечь эту ладью с ферзем брать понятное дело нельзя будет подвисать пешкой е6 черный играет ладья c8 белый ферзь b1 белые начинают перевод своего ферзя конь c6 ферзь d1 конь е7 а6 вперед черный надо конечно же играть g6 и белые наконец-то перевели своего ферзя ферзь h5 черный съедает пешку белый съедает черный здесь и белый съедает на е6 черный играет ферзь c2 черных плохая позиция им надо как-то нападать на фигуры чтобы была возможность у белых запутаться ошибиться но каспаров данной позиции все действовал правильно шел ферзь h4 напал на коня и здесь есть угроза ферзь f6 с матом черные пошли f4 белые съедают кони в 5 то есть как раз и в 4 и отдавали пешку для того чтобы он смог стать на f5 прикрывать пользу g7 здесь каспаров сделал ход ладья же 6 и черные сдались давайте с вами рассмотрим почему здесь сдались например если съесть ладью белые могут пойти пешкой наш 7 король h8 ферзь f6 шаг единственная возможность за черных это съесть пешку наш 7 ферзь f7 шаг король идет наш 8 и съедаем пешку на же 6 пока мы без качества у нас еще две пешки конечно но у черных король голый и у него большие тут проблемы ну как может продолжаться партия например ферзь d1 шах король отходит ладья же 8 делаем шах ладья же 7 шах ой извиняюсь не шах с ели коня ферзь g4 конь g7 ферзь g7 e6 и позиция белых выиграна это что касается варианта если съесть cd cd конь е7 но у черных есть другая агрессивная такая возможность пойти на ход ферзь g3 сразу конь е7 здесь надо съедать пешку на же 7 ладья же 8 съедаем другую пешку cd здесь также есть популярный ход король d1 и тогда возможно следующее продолжение слон d7 ферзь h5 шах король d8 конь е2 dc ферзь f3 конь c6 ферзь c3 съедает пешку мы съедаем ферзя меняемся король е1 и 5 конь идет шахом сломбы 5 f4 g3 в же же открываем себе линию для ладьи черный играет ладья h8 это было сыграно из партии эрнст брюнелл девяносто седьмом году ну позиция достаточно неясно белых два слона у черных хороший пешечный центр позиция требует еще анализа и игры я вам советую не король d1 а сделать достаточно редкий ход конь е2 вот в этой позиции черные должны играть конец б на c6 мы тогда делаем шах если черные здесь отойдут король d8 то можно сыграть слон же 5 и надо cf4 что приводит к неясная позиция на мой взгляд у белых она чуть-чуть по перспективе но также не обязательно играть слон же 5 можно сыграть на король d8 f4 сразу dc слона поставить на е3 кому как больше нравится например ферзь а5 ферзь h4 делаем связку b6 и отходим на f2 слона 6 h4 ведем пешку вперед у нас проходная пешка h надо угрожать сопернику король d7 и снова делаем перевод ладьи ладья h3 опять же неясная игра позиция белых дней здесь больше нравится но на ход ферзь h5 черные не обязаны отходить король d8 они могут пойти конь g6 тогда вот из партии анант против хансона 2003 года анант здесь сделал ход слон g5 очень сильный который мешает черному королю непонятно теперь что делать этому черному королю в длинную рокировку теперь не уйти здесь битое поле он связан соответственно ладья должна здесь оставаться на же 8 прикрывать этого коня черные в партии съели пешку белые играют f4 нападают на ферзя черные играют ферзь g7 теперь уже появляется возможность ходу ладья h8 белый играет h4 очень сильный ход начинают проводить свою пешку вперед это реальная угроза черные съели белый играет ладья d1 чтобы конь на d4 не смог встать если пойти здесь ладья h8 давайте эту позицию посмотрим то мы пойдем ферзь f3 дойдем на ход d4 предположим пойдем h5 будем начинать проводить свою пешку есть есть такой достаточно сильный ход конь е5 мы тогда съедаем ферзь g5 конь d4 конь е5 ну и у белых есть компенсация за за пешку за счет того что король достаточно сильно раскрыт наш конечно тоже раскрыт но мы можем всегда его прикрыть фигурками здесь просвечивает такая диагональ можно сейчас есть пешку на c3 и мне кажется позиция белых поприятней вернемся к нашей позиции помимо ходу ладья h8 есть ход который сделали черные в партии это d4 белые здесь могли в принципе перейти уже по окончании после ферзь а6 ферзь а6 слона 6 и получить неплохую позицию плюс равно у черных слабая пешка d4 но белый в партии пошли ферзь f3 идея провести h5 черный играет е5 и белый играет ферзь d5 конь же на е7 нападают на ферзя перс идет на d6 теперь два коня связаны между собой ни один не может уйти пока непонятно снова что делать с этим королем черный играет слон d7 чтобы появилась возможность хотя бы сделать длинную рокировку и здесь белый находит очень сильную жертву конь c3 брать коня конечно же нельзя из-за их хода ферзь d7 черный играет конь c8 белый играет ферзь c7 черные съедают коня и слон е2 с идеи слон h5 черные пошли в партии ладья аж 8 не пускают сюда слона белые f и черные ферзь f7 давайте посмотрим что было бы если бы черные здесь пошли бы конь е5 съели бы пешку тоже возможное продолжение ферзь d8 шах тогда было бы король f7 съедаем слона ферзь d7 король f8 ферзь f5 шах ферзь и все ферзь c5 и позиция белых лучше король по прежнему голый сейчас мы можем подключить и ладью на f1 если король отойдет на же 8 будет слон c4 то есть так играть нельзя на король g7 если он пойдет сюда съедаем пешку шахом непонятно теперь надо защищать вроде как ладью король h7 слон d3 заставляем в итоге его пойти на g8 и выигрываем ферзя слон c4 итак давайте вернемся в партии в партии черные сыграли ферзь f7 и здесь она находит еще одну не то чтобы жертву так скажем тактику слон c4 отвлекаем ферзя ферзь должен есть слона ферзь d7 король f8 ферзь f5 шах в партии было сыграно король g8 если пойти здесь ферзь f7 защититься от шаха то мы пойдем ферзь d3 с идеей ладья f1 будет связка на ферзя и короля можно сыграть конь e5 мы съедаем пешку уходим от нападения коня делаем связку на коня и ладью ферзь e6 делаем на двадцать девятом ходу наконец-то рокировку король g7 и ладья d на e1 конь связан конь теряется у нас две лишние пешки и просто выигранная позиция ну давайте вернемся к партии ферзь f5 шах черные пошли король e8 и белые пошли ферзь d7 здесь черные сдались так как на король f8 последует ход ладья f1 позиция белых явно выигранная непонятно что делать в черном тут следует уже проигрыш на какой-нибудь такой ход единственный ход король g8 может последовать ход ферзь e8 король из g7 то мы слон f6 если король h7 то мы можем пойти ладья даже не f7 d7 давайте ладья f7 король g6 ладья f6 король отходит и мы ставим мат вот на этом в принципе все на сегодня мы с вами рассмотрели французскую защиту это первая часть по ней потом мы рассмотрим другие варианты обязательно посмотрим главный вариант в этой системе на сегодня все до новых встреч